Мобилизованным нужны тепловизоры. Закупить техсредства для каждого солдата не получится. По уставу он положен не всем, но приобрести дополнительные устройства для отделения можно. В администрации пообещали помочь решить вопрос. Готовят к отправке и автомобиль. Солдатам нужна машина для передвижения в зоне СВО. Автомобиль нужен. Понятно, все рассредоточены, не в одной группе же, конечно, находятся. Автомобиль нужен, просят. Есть отзывы, кто хочет этим помочь. Мы сейчас готовим. Один мы уже закупаем. Не мы, а, так скажем, равнодушные предприниматели. Закупают, оборудуют его так, как надо. И колеса там, и так далее, и так далее. Тоже мы его отправим. Нужны мобилизованы мастеральные машины. Закупкой техники пообещали помочь. Ну а личные вещи вновь можно принести во дворец молодежи. Их принимают в будни с 9 утра до 6 вечера. Предполагаемая дата отправки – начало февраля. Представители администрации обратились к жителям с просьбой не откладывать визит на последний день. Свяжитесь, спросите, что надо. Вот прямо нужно, необходимо, что надо. И мы сейчас это все соберем. Даете нам где-то какое-то определенное время. Может кто-то что-то свое попросит. Где-то что-то у нас там даже так были. Привезите мою семерку машину туда. Просите свою личную. Один из участников тоже. Ну потом мы этот вопрос закрыли по-другому. То есть какие-то свои вещи может быть. Но если только это пожелание будет. А так мы все постараемся, все приобрести. Обсудили на встрече и финансовые вопросы. Студенты, чьих отцов мобилизовали, могут получить льготу на оплату обучения. Эту меру поддержки ввел Радий Хабиров. И она распространяется на все учебные заведения республики. Женщина интересовала, могут ли рассчитывать на помощь те, кто получает образование за пределами Башкирии. Там уже непосредственно подчиняется региональное решение нашего правительства. Может быть там есть тоже аналогичное решение. Надо просто узнать на сайте посмотреть. Либо непосредственно поговорить с руководителем группы старских, куратором группы. То есть сотрудникам университета, которые могут вам сказать. В администрации напомнили, что семьи могут обратиться за помощью в решении бытовых вопросов. Например, если потребуется выполнить домашнюю работу, починить сантехнику или вывезти снег, привезти дрова. Я квартиру оставила детям, сама в деревне живу. Сейчас вот у меня дрова кончается. Какая деревня? Куянова, села Куянова. Записали, фамилию там, адрес записали. А прописано где? В прописано в городе, а так-то в деревне живем. А дом важный? А? Дом ваш? Да. Ну, запиши, делай. Участником встречи стала психолог. Она рассказала о важности поддержки, которая должна исходить от близких. Избавиться от внутренних волнений женам и матерям помогут специалисты. Они принимают в службе семьи. Карина Анисимова, Ильгиз Мениханов. Время новостей. Время новостей. Время новостей. Время новостей. Продолжение следует...